ему тогда сделали вот эту там собаку с ушами с высовывающим языком там что-то смотрел недавно там больше десяти миллиардов уже использование этого фильтра вы делали графику для ночного дозора да не много лет если смотришь тебя сообщение там бритни спирс хочет отправить вам сообщение я три кнопки первый вес заблокировать потом удалить и только потом принять вот этот от рефейс этого подарочек там эксклюзивный алкоголь которая не меняет лицо а меняет печень этот глаз суши это эксклюзивная когда я не знаю компари такое есть только у тебя и уйду билета если что ребята на али на али говорю на ул иксе найдете очень дорого слушай спасибо у нас кстати очень редко приносит подарки это очень приятно она у тебя же недавно был день рождения я нагуглил эту историю поэтому в гугле есть информация ребята у меня 2 . за день вчера я получил подарок от михаила альбертовича фёдорова вот тоже с ди и вот наклейки видишь все вот торба есть торба есть вот это мне больше все нравится поиграть с цветом александр кучеров или кучеров как партиру в какую сторону давая линия это как у меня знаешь кириллович кириллович как тебя там короче можете вообще кирилл а это фамилия я настолько как у анатолича да у него что-то псевдоним а да что будет что будем из этого слушай давай на твое смотрение я в принципе готов вино у меня охланика о шикарно тогда давайте с него и начнем потому что в такую же и как у тебя с твоей работой пьешь много иногда ну я же правильно понимаю это знаешь зож смартес образ жизни туда в принципе это это допустимо поэтому давайте во первых объясним нашим дорогим зрителям которые не понимают что человек с бирюзовой окантовкой делает у нас студии александр кучеров кучеров все-таки я запомню который у нас head of content head of content на reface бывший head of snapchat и также купил франшизу смартес и открылся вот уже буквально три недели на три в одном на оболоне круто ты первый кстати франшизе 1 открыл запустил смартес поэтому с этим поздравляем вот боковой на можем собственно начать начать из-за не сразу хотел приговорить это у меня вообще первое интервью поэтому не интервью первое хорошо назовем как как его первые я в таком статусе впервые поэтому ты у меня первый если что первое нормальное интервью тебе еще будет саш не переживай у нас ламповый такой типом эфир как мы это называем это не прямой эфир на всякий случай вот просто сидим болтаем алкоголь нам помогает делать это чуть менее я отставлю хорошо да конечно но это прикольно спасибо тебе большое прямо на выбор это шикарно это надо заморозить и пить с чего начнем с последней точке или с первой как как хоть ну не знаю давай давай так как тебе занесло в смартес ты уже рассказывал на канале у рогальского наверное да это такой первый паблик что ты хотел просто познакомиться с дубилетом и в итоге купил франшизу ну в принципе да ты знаешь многие воспринимают это как шутку но на самом деле это не шутка то есть если обычно из-за того что времени мало и в двух словах рассказывает так как у нас ламповая фирма может позволить я в принципе могу рассказать как это все происходило в деталях то есть в принципе за скандарт ну я работал в компании snapchat был head of киевского офиса и скандарт ну не знаю новые технологии вообще все для меня интересно и я вот на диму был скандарт давно подписан на всяких там профайл то есть и то как он рассказывал свои делился каким-то мнением опытом то есть не знаю выходом с каких-то ситуаций ну мне всегда это импонировал то есть и я вот что там у тебя много интервью с ним смотрел слушал то есть вообще не знаю для меня любой интервью димы это такая знаешь как как вот детектив какой-то ты смотришь тебе интересна какая-то разгадка у димы столько все логично и вот эти все ответы все эти штуки то есть я кайфовал от таких людей которые все туда ты не можешь прикопаться к нему и всегда какие-то такие инновационные вещи он рассказывает слишком такой положительный такой разумный вот для меня где-то такой был образ я думаю но обычно там когда встречаешься все остальное мифы там где-то развенчиваются скажем так то есть кумир уходит на самом деле дубилет матерится как сапожник не знает алфавита и тогда же как бы ну на пике сказал взлет был там монобанк который несколько лет назад то есть я когда увидел это приложение блин ну как все удобно круто классно то есть но вот сделано для людей то есть и я эту тему на монобанк многих подсадил вообще в снапчате мы когда ходили совместно какие-то обеды то есть идешь там в ресторан покушать рассчитаться там пять-шесть человек но это начинается скидывание перекидывание все остальное ты там потрусил раздел счет и все соответственно и тогда был такой критерий что ребят мы хотим с вами пойти на обед да монобанк есть нету ну слушай постой за дверью то есть и в принципе ну многие этот сервис контек тоже оценили и когда там к снэпу приходили различные банковские там скажем так проповедники назовем которые рассказывали что переходите к нам у нас там эта вся история есть и всегда знали что если я есть на этом у с ней из дрей чи все будет завал папана банк у потому что у нас такойариф смотрите в моно-ман конец а у нас есть то смотри в одном раку больше у нас есть то это все имени кошки просто тихо уже со мной отдельно не развали александры понимаем а это всеule на банк атом начинает идует вещи шdomе там когда своя хитрая система которой мы себе позволить не может почему вы не можете все можно если включать голову Все, можно делать. Пока так не будет, мы на вас переходить не будем. И тогда, скажем так, с Димой у меня возникла идея, хочу с ним как-то познакомиться. Еще в Снэпе. Да, еще я тогда был в Снэпе, а он тогда, получается, в начале прошлого года у меня возникла эта идея. Тогда Дима был еще в Кабмине. И тогда, скажем так, у меня даже были знакомые среди депутатов. Я говорю, слушайте, можете как-то там организовать встречу? Они говорят, нет, ну Дима же там занят, у меня же там куча всего, мы сами его там поймать не всегда можем. Я говорю, ну вдруг, если что, то есть как-то получится, давайте. Потом они написали, нет, там Дима уже скорее всего из Кабмина уходит. Я говорю, как уходит, я вам уйду из Кабмина. У него такой список дел, там нельзя. Я говорю, не дай бог, я вижу, что вы голосовали за его отставку. Я говорю, все, не звоните больше. И потом эта вся история, конечно, закрутилась, завертелась. То есть с Димой пересечься не удалось. Я ему там писал в различные паблики, все остальное. Ну логично, у человека таких, наверное, инбоксов дофигища. Поэтому никто их там проверять особо не будет. Ну и потом в какой-то момент Дима сообщает о том, что там вот франшиза. Открывается франшиза, там смарт-тест. 1 июля прошлого года. Да, то есть, о, круто вся эта штука. То есть я думаю, ну раз это все, скажем так, он об этом говорит как бизнес-проект, то явно он на это письмо ответит. То есть он не будет говорить и снова игнорит все. Я думаю, о, есть шанс, значит как-то на эту штуку он должен ответить. То есть я зашел на сайт, то есть там поотвечал на все вопросы, прошел, как бы сказал так, первый тур всего этого дела и отправил эту всю историю. То есть ну а тогда же начался, ну была эта вся история с ковидом, это все сложно, и тут понятно, что там все закрывается, тебе предлагают купи франшизу оффлайн бизнеса. Вроде звучит так себе. То есть ну потом ребята мне писали там через пару недель, говорят там извините за задержку и все остальное. То есть вот вы прошли как бы первый этап, то есть анкетирование. Катя Смидия, да? Да, 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 то есть мы хотим с вами там пообщаться там, ну тогда по зону. И снова не с дубилета. Вот, я смотрю в списке гостей, а дубилета нет. А, черт. Ну думаю, окей, хорошо, хорошо, может какой-то следующий этап уже будет. То есть ну. Деньги же пока не просят. Ну да, то есть пока можно обещать. Все это что-то. Открой, открой, можно у меня где-нибудь. Ну слушай, ну где-то внутренняя, если так вот утрировать эта вся тема, где-то была. То есть я думал, ну вот как-то может на него выйду. А тогда я уже получается из снэпа ушел. То есть я тогда планировал, возможно, в Штаты переехать. Там пару стартапов меня приглашали. Я в Штаты полетел, потом COVID я вернулся. Ну короче, ты на таком наше раздорожье находишься. То есть тут Дима ушел с Кабмина. И Дима без работы. Думаю, о, может, найдем какие-то общие точки соприкосновения. Не пропадем вместе. Да, если что, то уйдем к одному вместе. То есть ты, соответственно, думал, ну вот как на него выйти. Соответственно, с Катей и Витей мы пообщались на первом туре, все остальное. То есть что и как по всяким моментам. И ты после каждого вопроса спросил, а можно, когда я с до билетом увижу? Типа того. Говорю, следующий этап. Ну, если вы пройдете, мы вам скажем. Все так, окей. Говорю, хорошо. И в принципе тогда я уже немножко начал дружить с ребятами из Арифейса. То есть они пригласили меня познакомиться. То есть ты тогда еще не работал в Арифейсе? Нет, тогда еще нет. И, ну, то есть, скажем, я с ребятами был знаком. И они знали, что я ушел из Снэпа. То есть мы такие, скажем, какие-то прелюдии, можно сказать, у нас были. Посматривали. Да, посмотрели. Я к ним пришел. То есть еще особо ничего мы там не планировали на тот момент делать. То есть, ну, параллельно у меня вторая история с франшизой, скажем так, в переписке пока что идет. Потом ребята пишут, что я прошел там второй или третий тур. То есть снова я смотрю на список Zoom участников. Какие-то новые люди добавляются, но этого билета нет. Думаю, ну, ладно, может он там не хочет свой имейл светить. Ну, окей, может он под другим именем зашел на всю эту историю. Но Дима действительно не участвовал там именно в операционке так много. Ну, да. То есть и потом, как следующий этап был, вот тогда же была другая компания еще там, которая управленческая компания, которая, они подсоединили людей, мы с ними пообщались потом еще какой-то тур. То есть, ну, людей все становилось больше на Zoom-колах, но Дима там не появлялся. Думаю, ну, окей, надо же как-то, все равно уже цель была дойти до босса. Знаешь, как пройти вот эту вот игру. И на каком-то там уже этапе, говорят, что ты там уже прошел практически финальный тур. То есть, я говорю, ну, и вот, да, Дима. Они говорят, да, Дима. О, класс, все. Собеседуем. Все хорошо, да. И на том финальном таком колле тоже было много людей, помню. Ну, Дима уже присутствовал, он тоже поздравил. Нет, ты расскажи, как ты готовился к этой встрече. Помылся, наверное. Я даже научился жонжлировать, как Дима Дубилет. Выучил все флаги. Да, все верно. То есть, и потом... И где произошла эта ваша первая встреча? Ну, это первое было, снова-таки, в Zoom-е. И, ну, тогда была, так, ну, вроде бы вот, а вроде бы нет. То есть, ну, такой уже какой-то первый контакт глазами произошел. То есть, уже думаю, если где-то на улице уже встречу поймаю, он, как минимум, не испугается. О, это ж ты, да. Ну, все. И потом... Надо сказать просто, что у Саши тогда был нормальный цвет волос. И тогда, потом уже, скажем, когда эти все этапы прошел, то есть, тогда уже, скажем, пригласили на офлайн финальную, скажем, историю. Так вот, типа, мы готовы, скажем, с тобой открывать. Классная история. Давай двигаться дальше. То есть, и в тот момент, это вот как раз было, я уже в месяцах не помню, где там середина лета. То есть, у нас в рефейсе разгар, взлет всего, что только может быть. У нас там миллионы инсталлов. Это как раз лето было, да? Да, да, это как раз лето было. Там миллионы инсталлов у нас в день приходит, всего остального. То есть, и тогда я уже полностью интегрировался в компанию. Меня взяли ребята в партнеры. И я понимаю, что, ну, вот это, как бы, потенциал, конечно, очень огромный. И хочется мне в этом участвовать. Это где-то моя сфера, в которой я четко понимаю, что и как. Потому что есть там пять опытов снэпчата, которые по факту, ну, очень похожи. Но там нет дубелина. Ну, да. Вот весы такие были. На этой всей истории. Нет, ну, подожди, ты же в итоге влился, да? То есть, ты выбрал и то, и то. Да, ну, как бы, когда у нас был последний вот этот финальный разговор, то есть, я говорю, что, ребят, ну, смотрите, вот та история, которая была, там, франшиза, там, это все истории. Я сразу скажу честно, я не потяну, потому что у меня сейчас уже там 24 на 7, я в рефейсе, там все у нас горит, все плавится. То есть, и вот здесь, как бы, в той классической схеме я, соответственно, не могу. То есть, был вариант, тогда они говорят, что, может, кого-то в партнеры тебе найти, вы будете вдвоем, ты больше, как, может быть, инвестор такой какой-то high level, а кто-то будет там больше операционной. Я говорю, ну, потенциально можно попробовать, давайте искать. То есть, снова-таки, ребята ушли там на поиски, все остальное. Ну, не получилось, как, найти людей, либо там, по каким-то причинам еще. То есть, и мы уже финально так собираемся и говорим, слушайте, ну, тогда, наверное, нет, потому что я не хочу вас подвести, у меня тут же куча задач и всего остального. Но все равно у всех было желание что-то попробовать сделать. То есть, вроде как бы там, ну, мне нравилась компания, вот там, Витя, Катя, Дима, то есть, как бы, как мы это все обсуждали. То есть, и все в таком, немножко, где-то в паузе затихли, так, а что же делать, вроде все же так хорошо шло, все остальное. То есть, и говорят, ну, какие есть решения. Ну, и мы пришли к тому, что, вот это же мы перекроили эту франшизу под названием «Управленческая франшиза», что мы с Димой, как бы, стали партнерами и, как бы, ну, скажем так, больше инвесторами, наверное, проекта. То есть, а вот операционку всю на себя взяли Катя и… То есть, вы инвестировали оба? Да, да. Мы оба, то есть, ну, соответственно, там уже прибыль и все остальное. Мы уже, как бы, делим на всех в рамках того, что ребята занимаются там операционной деятельностью. То есть, мы с Димой больше, ну, скажем так, как инвестора. Да, ну, на самом деле, как бы, мы, что классно, в таком, не знаю, что в квартете, что там, мы все, ну, часто решения принимаем все как-то коллегиально. То есть, нет у нас каких-то там, не знаю, радикальных каких-то там прав вето, еще чего-то. То есть, оно все как-то так плавно идет, фут-фут-фут, то есть, очень все круто, хорошо. То есть, и вот это же, как бы, такой формат взаимодействия ребята оформили, как во второй тип франшизы. Его назвали «Управленческая франшиза». Да, то есть, и вот она, в принципе, родилась, наверное, из-за того, что не знали, куда меня притнуть в классическую. То есть, и вот, и в принципе, сейчас вот ребята говорят, что как раз даже вот «Управленческая» ну, даже больше интересуются, потому что, ну, многим на… Высокая капиталоемкость у франшизы и обычно люди, которые, ну, не знаю, ты можешь назвать цифрой, сколько ты инвестировал? Наверное, нет. Ну, короче, давайте так. Условия франшизы там от 200, 50, 300 плюс, в зависимости от формата. Может там доходить, наверное, до 500, до 600, до 700, в зависимости от количества залов. То есть, вот примерно такие цифры. И когда такие деньги, у людей обычно они не готовы работать 24 на 7 в этом клубе, и они действительно ищут какую-то другую модель. Управленческая модель, в этом смысле, крутая. Ну да, ну, тем более, что… Ну, в общем, несколько сотен тысяч долларов явно стоило Саше кофе с Димой, да-да-да. Ну, это неплохо. Говорю, это самое. А мог просто прийти в смарт-тест, потом где Дима? Так вот, потом мне Дима сказал, а что ты просто… Когда я эту историю рассказывал, они только начали мне вот «Ладно». Я говорю, да, вот это все. Он говорит, так ты пришел в смарт-тест, выпил кое-то. Я говорю, что, так можно? Я говорю, я не знал, что… А еще в чем даже хохма всего было. Когда мы уже там подписали всю эту историю, начали какие-то моменты обсуждать по поводу клуба, и там вот есть там зал персональных тренировок. Я говорю, а что это вообще, как это выглядит, потому что я говорю, не в курсе, не знаю. Дима говорит, ну вот как у нас в этом, в нашем зале. То есть, там вот есть слева зал перестанет. Ты там был? Я говорю, нет, там не был. Он говорит, ты вообще в смарт-тест был? Я говорю, не был. Он говорит, он говорит, Дима, смотри так на Кате Ютью, подождите, у нас первые условия франшизы. Человек должен заниматься, как он вообще сюда пролез без этого условия. Мне говорят, не, но он так рассказывал про смарт-тест, мы даже не задавали этот вопрос. Мы как-то понимали… Он посмотрел видео все. Да, я все видео. Я все видео посмотрел, кстати, много обзоров уже ты делал по поводу смарт-с, все это рассказывал, что и как, не, мне эта тема очень нравилась, очень нравилась Просто я и не пробовал на себе Я даже установил приложение, пару раз записался, отписался, опоздал, не пришел, строго с этими моментами Что ты за франчизируешь? Ну и когда мы уже это все подписали, я говорю, так, у тебя есть неделя, опробуй все наши классы Я счастлив, что нам было для кого работать, вот это все снимать, эти ролики в спешке Ну видишь, это все стало решающим Мы за три недели запустили франшизу, 9 июня прошлого года мы подписали с Димой, с командой договор И 1 июля, спустя три недели мы ее запустили У нас тоже это все происходило нетипично Вот, и вот это все, там, видео позаписывали, которые ты посмотрел Да Круто, то есть в принципе не обязательно быть, можно, вот, пожалуйста, пользуйтесь Пользуйтесь советом, хотя лучше воспользоваться было советом прийти и встретить, пить кофе Нет, вообще тема прикольная просто Ну, слушай, давай так, это действительно очень забавно, весело, нетипично происходило В итоге ты жалеешь, не жалеешь, доволен, недоволен или в какое-то сейчас эмоциональное состояние Когда ты уже познакомился и, наверное, уже наговорился с Димой Или нет? Ну, смотри, то есть, если говорить про какую-то там финансовую составляющую, это как бизнес-то, наверное, еще мы сейчас вот только запустили Меньше месяца Да, утрясаем, то есть еще даже, ну, наверное, пока рано говорить, то есть, но в целом, наверное, от всей этой истории, в которую я попал, то есть, я, конечно, ну, гипердоволен Наверное, в какой-то степени у меня финансовый успех отошел на какой-то там, не знаю, внутренний второй план Ну, потому что то количество какого-то, не знаю, там, опыта, знакомства, обмена идеями, там, всем, чем только может быть, которое происходит с ребятами И этот круг как-то у меня постоянно расширяется То есть, они настолько открыты, там, приглашают, ну, там, познакомился с Гороховским, с Рогальским И эта вся как-то цепочка так очень сильно расширилась, то есть, ну, с такими людьми реально прикольно, то есть, общаться Ты понимаешь, что многие опыты ты потом перенимаешь уже, там, на свои, там, другие проекты, в том же, там, рефейсе, какие-то, там, моменты с приложением, с продакт, там, еще чем-то То есть, ты понимаешь, что с этими людьми, блин, ну, очень круто А скажи, пожалуйста, вот эта коллаба, которая получилась благодаря банде, рефейсу и монобанку Вы же сделали технологически возможность каждому пользователю монобанка генерировать видео с его лицом Которое является одновременно, это видео является одновременно приглашением другу зарегистрироваться Если кто не понял, что это такое, посмотрите, рефералка монобанка, вы увидите, там, технологию от рефейс Это случилось благодаря тому, что, в принципе, рефейс был или, в том числе, благодаря тому, что ты был в этом окружении, там, где-то рядом? Наверное, какой-то фактор этого сыграл, потому что, скажем, вот эту историю предлагали, ну, еще была банда, скажем так, в коллабе с рефейсом Еще где-то в начале прошлого года они об этом говорили, тогда технология была не сильно, там, ну, скажем так, не настолько хорошая, как сейчас И она где-то заглохла, эта вся тема Чтобы это интегрировать в стороннее приложение, да? Ну, и в стороннее, и само качество рефейса, оно было недостаточно хорошо, чтобы это можно было, там, пиариться, хвастаться и все остальное И, ну, технология была тяжелая, то есть, там, серверные мощности требовались дополнительные То есть, то потом, когда, скажем так, уже переросло в то, что есть сейчас, то потом на какой-то вечеринке я там Рогальскому показал Говорю, смотри, вот такая вот история, такая вот тема, можем делать И когда-то была история с партнерством, можем восстановим, то есть, и как бы, ну, была там заброшена, скажем так, где-то это еще раз удочка То есть, и это что-то с мертвой точки сдвинулось То есть, и, в принципе, эта коллаба, скажем так, она была там абсолютно, там, ну, скажем так, чисто на таком энтузиазме То есть, потому что там рефейс за это ничего не получал, деньги, и мы, потому что, ну, мы сами, нам было интересно проверить эту штуку Монобанк, это, наверное, классный такой опыт, который может это сделать, то есть, реализовать это Потому что, ну, все остальные такие довольно тяжелые, мне кажется, там, если там про банковскую сферу, еще что-то Здесь ребята легкие, да, давайте пробовать, все, все побежали в одну сторону В общем, иногда желание выпить кофе приводит к таким, действительно, крутым проектам К смене цвета волос, к коллаборациям с Монобанком и, конечно же, к запуску по франшизе фитнес-клуба Супер, слушай, давай про рефейс Год назад, напомнил мне, да, что этот хайп весь произошел Миллионы инсталлов в день, да, происходил Номер один приложение в списке глобального апстора Да Бесплатное, да, номер один бесплатное То есть, обошли TikTok, обошли Instagram, ну, и все, 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 все Номер один, понятно, зум, который в рамках ковида, как его можно было обойти, мы в это даже не верили С ума сойти Немножко об этом, ты говоришь, что технология развивалась То есть, зашли вы с таким прототипом, с MVP-шкой, то есть, сейчас качество значительно выросло Я просто, ну, честно, немножко не моя тема, я, конечно, побавился вначале Сейчас перед записью тоже установил, надо отключить трехдневные трайлы только в углу Да, по поводу MVP-шки, то есть, изначально технология, скажем так, ребята, которые сделали Это вообще было, приложение называлось там Reflect, там была замена лица только на фотографии Да, вышел сначала Reflect Да, то есть, это просто на одном кадре, можно было эту всю историю поменять Я даже в тот момент, когда работал в Snap, я даже не знал, что Reflect – это украинская технология Я ее нашел, и я там уже своим ребятам впитчил, что смотрите, вот по одной фотографии замена лица Потому что, ну, Snapchat тоже работал над Facebook-технологией, вся эта штука была У меня даже в презентациях много было скриншотов с Reflect, что вот, какое качество, какая скорость, какие-то эти все вещи Ну, не знал, что ребята находятся просто по соседству То есть, в тот момент Snapchat был хуже, что ли, да, в какой-то части? Ну, скажем так, такой технологии у Snap'а до сих пор нет, то есть, и вообще-то, ну, технология, на самом деле, сейчас уникальная Пока в мире никто не смог тут посмотреть Серьезно, это очень круто Скорость и качество, то есть, есть технология, да, Deepfake, которую все называют, известная, она уже несколько лет хайпует Ей тоже многие могут, скажем так, делать такие файковые видео Оно не в Realtime Оно не в Realtime, мало того, оно даже, тебе нужно собрать кучу датасета на одно лицо, на второе То есть, это обычно неделя-две работы, человека, по ресерчу, по всему, чтобы сделать один ролик какой-то То есть, у нас это делается, ну, фактически в Realtime Если кто не понимает, что, ну, у нас разные зрители смотрят, Deepfake, посмотрите, просто набейте, там, примеры Это действительно видеореалистичная история Да Замена лиц, у вас не настолько реалистичная, но зато быстрая в течение нескольких секунд Да, зато оно быстрое, масштабируемое, то есть, параллельно, там, могут быть, там, сотни тысяч запросов Это все обрабатывается, то есть, это все позволяет, да, именно нашу технологию И такого пока что в мире еще нет, то есть, и тогда, когда было это все на фотографиях Потом ребята стали это улучшать, стали сделать, скажем так, на гифках То есть, ну, гифки, это был такой компромиссный вариант Потому что для видео качество было плохое, а с гифками уже все давно смирились, что они плохого качества То есть, они зачастую все такие, там, слабый FPS, там, побитые пиксели Ну, на это никто особо не обращает внимания Это и так окей способ для коммуникации То на гифках это все, скажем так, начало стартовать Ну, и сам, конечно, хайп, когда уже добили технологию, что она смогла уже работать красиво на видео То есть, и тогда пошел этот взлет И каждый день, когда мы там наблюдали, как селебы это все Ну, первый там Илон Маск запостил у себя в Твиттере То есть, а потом, когда, ну, мы там всегда, скажем так, радовались, когда там, ну, у нас, а, у меня даже скриншот где-то остался Утром, когда встаешь, у нас там Instagram-аккаунт, ты смотришь, у тебя сообщение, там, Бритни Спирс хочет отправить вам сообщение И ты смотришь, такие, у тебя три кнопки Первые две – заблокировать, потом удалить, только потом принять И ты думаешь, ну, хоть бы, да, неправда А с утра ты можешь не туда ткнуть Да, Бритни Спирс, я будильник, да Сколько можно уже, отвали, у тебя там проблемы, разберись в своей жизни Да, вот этим всем, что смотришь, там, миллионы, там, сотни миллионов Подожди, ты за Instagram отвечаешь, да, получается? Нет, ну, тогда у нас просто был один аккаунт, был у всех доступ, то есть, соответственно, мы все видели это Какой мир стал, с одной стороны, большой, потому что, да, столько всяких технологий, контента много очень С другой стороны, сколько он стал, ну, то есть, реально, ты можешь с Elon Musk, вот, в принципе, при желании С дубилетом сложнее было гораздо, чем, возможно, теперь с Elon Musk Ну, вот с Elon Musk, это мне следующая мечта познакомиться, то есть, ну, не знаю, франшиза на поле в космос Подожди, сначала мы сделаем для него франшизу Франшиза для Tesla, coming soon Круто, это прикольно, от кого еще были? А были с кем-то переписки, какие-то у тебя там, коммуникации с звездами? Да, ну, мы с менеджером, то есть, ну, потом, наверное, одна из самых таких крупных коллабов, это у нас была Майли Сайрус Сейчас у него, там, больше, по-моему, 140 или даже сейчас, там, больше миллионов подписчиков, то есть, причем была такая смешная история Какой-то певец И мы, скажем так, они к нам обратились, ну, там, либо ее менеджер, ну, из ее инстаграм аккаунта Обратились, что хотят, чтобы разместить ее видео, ее клип у нас в приложении Они видят в этом момент для продвижения, да? Да, то есть, вот они видят, скажем так, а Дуалипа, это тоже певец Это я знаю, знаю, Дуалипа я знаю, окей То есть, то, а наоборот, ее там написали менеджеры, чтобы мы убрали весь контент с приложения, потому что там копирайт, все остальное То есть, ну, мы говорим, окей, хорошо, то есть, мы контент этот удалили без проблем Если к нам обращаются, мы, как бы, чистим А в чем твоя работа заключается? Вот, ты head of content, понятно, что ты отвечаешь за контент, то есть, это основа, собственно, приложения, правильно? Ну, ну, да, по факту, то, с чем взаимодействовать все наши То есть, это все, это все, кроме технологии, скажем, да? Расскажи, пожалуйста, твоя же дневная работа? Ну, смотри, то есть Откуда у тебя столько времени приходить и пить вино на ламповых эфирах? Сложно, я как раз просто раздвинул митинги, вот так, знаешь, там Бритни Спирс отдадвинули, Дуалипа, подожди-ка, Франч ТВ сегодня Ну, это мне приятно, я же надеюсь, что это какая-то возможность сказать спасибо за то, что мы как-то там с франшизой помогли, окей, ладно Вот, по коллабам Получается, ты рассказываешь, не пьешь, и я пью, это нормально По поводу работы, то есть, соответственно, ну, скажем так, вот в Снэпчате, как раз, в принципе, киевский, ну, там, в Украине офис Снэпчата, ну, сейчас порядка, где-то 300 человек находится То есть, ну, тоже мало кто знает, что в Снэпчат есть так называемые фильтры, линзы, ну, у нас называют это, ну, маски на лицо, грубо говоря То есть, это все производится в Украине, то есть, весь этот, всю эту историю, это делает, там, вот два офиса у нас есть в Киеве и в Одессе, то есть, это все производится здесь, потому что Снэпчат, на минуточку, во сколько был оценен? Ну, слушайте, сейчас я уже боюсь Кто его купил? Нет, Снэпчат никто не купил, никому не продался, то есть, Цукерберг хотел купить за 3 миллиарда, то есть, ну, Evan Ну, они купили Маскарад Да Или это не связано было? Да, Цукерберг, да, все верно, они купили Маскарад, чтобы, ну, похожая технология у них была Сейчас, честно, я уже не помню, там, сейчас капитализация из-за, там, ковида многих скакнула вверх, скажем так, компании, которые в основном онлайн То Снэпчат просто выкупил украинский стартап Luxury был, который создал технологию реал-тайм-трекинга этой всей истории То есть, и потом, когда они стали скалироваться в Украине, то, скажем так, уже на этапе сделки они выкупили мою компанию То есть, у меня была студия, которая занималась компьютерной графикой То есть, и мы тогда вот сделали, скажем так, они нам скинули, типа, тестов несколько, хотите ли попробовать это сделать А это был 2014 год, это революция, это все, как бы, истории А у меня тогда было много контрактов, как раз, с Россией завязано То есть, мы тогда еще, ну, там, с Кимуром Бекмамбетовым много проектов делать, там, ночной дозор, дневной дозор, там, еще оттуда растут Вы делали графику для ночного дозора? Да, не много лет, если что Это 2004 Так, какая разница, сколько тебе лет, расскажи Ладно, потом давай, по очереди Вот, ну, то есть, как бы, Снэп выкупил мою студию, то есть, и она стала, как бы, основой для киевского офиса И ты стал SEO, да? Ну, я стал руководителем киевского офиса Snapchat И потом, вот, мы разрослись, сейчас, там, в Киеве, там, уже больше 100 человек, которые тоже занимаются производством вот этих вот, ну, так называемых Ты называешь мы, ты еще имеешь отношение к Snapchat? Нет, я уже Окей, они, значит Ну, если говорить в то время, то да, то то мы, то есть, скажем так, делали И тогда вот, ну, скажем так, когда нам дали такое некое тестовое задание, попробуйте что-то реализовать Я говорю, как раз революция, все эти, у меня много российских контрактов, все, позакрывалось и больше мы, как бы, с этим не хотели работать И, соответственно, ну, был такой некий этап простое, ну, почему бы не попробовать? Причем, кто-то в LinkedIn написал, какая-то технология, хотите что-то сделать? Ну, есть, вроде, у нас время и ресурсы, ну, давайте что-то попробуем Какой-то Snapchat там А тогда еще они даже не афишируют, что Snapchat, это была по дандеем, сделка, вот эта вся история И мы тогда вот сделали вот эту, там, собаку с ушами и с высовывающим языком, то есть, ну, это уже символ Snapchat стал такой Да То есть, я тогда, мы там, помню, на коленках, там, сидя что-то на кухне, я склепал, нарисовался, ребята мне там помогли, сделали Собаку ты сделал? Ну, да, мы Окей, мы нашли тебя Да И потом, соответственно, они говорят, слушайте, все классно, хорошо, мы поставили это на коленках Подождите, надо собаку показать, так как у нас нет монтажа Ну, да, вот это вот справа, да, вот это все линзы, вот эта собака, да И когда даже Snap выходил на IPO, вышел журнал Times, та ему, по-моему, и там была как раз наша собака с Evan на всю эту историю Так самое интересное, просто поначалу там, ну, Snap линзы эти подавал, скажем, под таким соусом, что попробуйте, найдите еще эти эффекты И чтобы активировать линзы, нужно было тапнуть на селфи камере себе на лицо, ну, догадайся, ты открываешь камеру, у тебя нету кнопок вообще ничего, только одна кнопка записи И вот как активировать эти линзы, которые бы появились, нужно себе на лицо тапнуть, тогда активируются линзы, появится собака и вот эта вся штука с этим Ну, в общем, короче, найдите, пожалуйста, сами, вот так это может выглядеть, видимо, в статике, но в динамике можете представить То есть эту собачку сделал на кухне, да? Да Собрал из... Что было под рукой Надеюсь, у тебя была неживая собака под рукой Которую разобрали Уши, уж нужно для Snapchat Самое интересное, ну, Snap там очень строго подходил всегда, там, копирайд, используем каких-то там ресурсов, даже текстуры Мы там не могли просто с интернета на гуглить и взять, то есть зачастую все эти фотографии, там, кто-то фотографировал нос своей собаки, язык там, еще кого-то И потом это в Photoshop и склеивали, чтобы все права на все запчасти у нас это все было, то есть даже если там хочешь какой-то там, не знаю, цветочек где-то воткнуть, ты вот иди на какой-то там у себя на подоконнике фотографируй То есть если там просто с интернетом и гуглить там flowers, нет, нельзя, потому что это не дай бог На шатер-стоке купить нельзя? Ну, купить можно, если позволяет лицензия на те сотни миллионов просмотров, там просто есть много нюансов, что на шатер, если даже купишь, то можешь тоже попасть Проще на балконе Проще пошел сюда, вот реально сфоткал, все, вот уже с этим проблемой Так, собаку-то нарисовал, то есть и после этого вы, это было твое тестовое задание? Ну да, это одно из первых, которое нам выслали, то есть И оно стало в итоге вирусным? Да, оно взлетело, там что-то я смотрел недавно, там, по-моему, больше 10 миллиардов уже использования этого фильтра, то есть в снеппе Ну, там и до сих пор это самый популярный фильтр, уже там прошло сколько-то, 5 лет на всю эту тему Но все равно, ну, даже не знаю, стал символом снэпчата, там у них всем куча там иконок, логотипов, там даже в офисах висят везде вот эти рожицы, потому что это, ну, завирусилось, хотя, говорю, это было Я не гуглю, что означает логотип снэпчата? Ну, это какой-то типа ghost, привидение Так, и после этого ты стал, они купили твою компанию, которая в это время делала графику для дозора Да, ну, скажем так, не в это время, а до этого Дозор это же нулевые, да? Ну, 2004 год был Да, то есть до этого А я уже не помню, я так отступил, а к чему я шел, в чем вопрос? Мы не знаем Выпей вина, может быть, вспомнишь Смотри, ну, то есть, ладно, давай закончим историю со снэпчатом, то есть ты, да, в Лиуса стал головой киевского офиса, вы начали расти, весь контент А, вот, понял, твой вопрос, что ты делаешь в рефейсе, да? Нашли Точку сборки Да И тогда, получается, вот мы создавали вот этот контент в виде вот этих линз, ну, линз это внутреннее название Да, понятно, понятно, в маске многие называли Ну, да И, соответственно, потом мы это все дело начали скалировать на весь мир, то есть делали много локальных линз, потому что там, скажем так, ну, снэпчат международная компания Ты не можешь там на весь мир выпускать какой-то там эффект, например, с какими-то там индийскими мотивами, либо там отдельно бразильскими, то есть Эти все штуки можно делать только в рамках локального контента, то есть, и поэтому мы там, скажем так, запустили программу для исследования местных рынков, что где популярно, в каких там зонах, этих всех историях Какие лица, да Ну, причем, ну, столько нюансов, оказывается, нас сделали там просто обычный фильтр, у тебя там, грубо говоря, там кость в носу, ну, это типа неандерталис такой, вроде, такой стереотипный образ, классно, прикольно, на себя примерить Оказывается, это первые племена, которые были найдены в Австралии, соответственно, это австралийская культура, то есть, соответственно, нельзя на весь мир выпускать, да, лучше, ну, короче, куча таких вот подводных камней, и это с этим, конечно, надо было жить Оно, конечно, ограничивало очень сильно, потому что что-то прикольное сделаешь, там, не дай бог, это тоже какая-то там российская тема, может быть, хотя казалось бы там какой-то венок из бананов сделаешь, а это там тоже что-то за этим тянется, что нельзя что нельзя, поэтому весь, ну, как бы, весь мировой рынок нам пришлось это изучать, и поэтому уже с этим опытом, когда я понимал, что в Reface точно так же нужно строить международный контент с локалями, со всеми теми, как бы, национальными особенностями, и это будет заходить, скажем, очень, очень хорошо А как бы это, у вас какие-то есть исследователи, какие-то там, которые занимаются этим поиском, или какими ты занимаешься? Ну, вот, скажем так, все это, знаешь, мы уже проводили в Snapchat, грубо говоря, очень много лет этим занимались то я уже, как бы, сразу знал, какие локали побить весь мир, какие группы интересов есть, какие эти все штуки, то мы сразу начали в Snap это имплементировать В Reface Да, в Reface Да, в Reface На тот момент, это, получается, это было лето прошлого года, нас там было 20 с чем-то человек, то есть там даже особо не было такого там иерархии, утверждения, все, сказали, Саня, умеешь, знаешь, делаешь Ты историк, это похоже на Instagram, да, который там в моменте каком-то были 12 человек, компания стоила ярд Типа того, потому что Snap, конечно, потом он стал, ну, как он стал такой очень тяжелый, ну, как и все большие компании, то есть куча моментов, связанных с утверждением всем, да, они, понятно, что там переживают за свою там репутацию, за свои риски, за все эти штуки, поэтому каждая инстанция выполняет как бы свою работу, но, соответственно, она становится такой очень неповоротливой То есть, поэтому, скажем так, новые технологии, стартапы, они очень сложно развиваются в рамках каких-то там больших проектов Проще им, вот почему-то многие компании выкупают проекты, то есть, может проще развить это отдельно и потом вылиться, интегрироваться в большую компанию Вот сейчас, например, Виктор Шабуру, который был CEO Luxury, который Snapchat изначально выкупил, он же потом вот 4 года отработал и ушел с компанией, запустил новый стартап Который вот сейчас вот в Snap'е он Kameos называется Там, где, ну, скажем так, ты свое лицо вставляешь в анимированные ролики, то есть, ты становишься героем какого-то там, скажем Как в Reface Ну, типа того, да, то есть, ну, только у нас в Reface это замена лица, то есть, грубо говоря, ты фоторильно делаешь А там он оставляется просто в виде фронтальной анимированной маски лица То есть, ты так ровно всегда смотришь, просто у тебя губы открываются, ну, такой, скажем, фейк этой всей темы И снова-таки он, скажем так, ушел из Snap'а, создал стартап и снова продал Snap'у, то есть, эту всю историю Потому что, ну, в рамках Snap'а, ну, нереально это сделать, то есть, очень много блокеров, которые есть Вот, то есть, и тогда, когда вот были лета, у нас было, говорю, там, совсем мало людей, то есть, и как-то, ну, оно где-то и до сих пор остается такое доверие В том плане, что тебе доверяют, делай вот вперед и погнали, то есть, и, наверное, вот эта штука мне как бы и драйвила, то есть, что ты можешь это делать очень быстро Без долгих согласований Да, 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 то есть, и вот, соответственно, вот эту всю историю, как бы мы запустили на весь мир, то есть, начали искать везде там локальный контент популярный То есть, да, сейчас у нас есть команда, которая ресерчеров смотрит, что где может быть популярным Мы уже в приложении делаем некие опросники, тоже запускаем, что бы вы хотели там увидеть у нас в приложении То есть, сейчас уже там даем возможность пользователям загружать это все видео, ну, короче, все вот эти вот моменты, то есть, уже развиваем То есть, ну, кроме, так, непосредственно контентной истории, которая полностью там где-то на мне лежит, наверное То, имея, там, снова-таки, опыт Snap'а там по продукту, по различным всем моментам, то есть, как бы, я, ну, наверное, принимаю участие во многих таких тоже решениях Потому что, ну, есть какие-то проверенные этапы, что даже там, ну, банально, не знаю, там, расположение каких-то элементов Как новую фичу запускать, как ее пиарить и все остальное, то есть, это Snapchat, снова-таки, много чего проходило Сейчас у нас время там на экспериментов не так-то много, то мы, снова-таки, сразу попытаемся идти по какому-то проверенному пути, который принесет, ну, на данном этапе какую-то максимальную историю Скажи, пожалуйста, какой вот все-таки самый популярный сейчас, как это правильно называть? Это же не фильтр, это... Ну, видео, то есть, ну, смотри, то есть, тут есть, если говорить, там, просто у нас много... Ну, есть топ-100, да, я понимаю Вот это вот топ-100, который по локалям Вот у нас, например, вот в Украине вот самое... Давайте посмотрим, как это в случае с Ромой происходит Я таким был Так, ладно Окей, то есть, топ-100 реально отражает региональные предпочтения, да, то есть, у нас с шоколадкой номер один Да Очень-очень странно Ну, если говорить, там, про мировые какие-то тенденции, то есть, там, Джек Воробей, то есть, очень популярный Да, ну, это же, с этого, по-моему, начиналось, мы были в самом начале сделали штуку, да, с... Да, ну, вот фильмовую тему, многие, там, любят, хотят с какими-то, там, героями, то есть, учитывая, что это все в один клик довольно быстро, то есть, ну, на самом деле, вот у нас, вот в Украине... Фильмы лучше заходят, чем музыка? Ну, чем клипы? Ну, там, понятно, что многое зависит от звезд и всего, то есть, если в целом, то есть, ну, ну, то много факторов, да, то есть, но у нас, вот, в Украине, так называем, трэш-контент Это вот самый популярный тип, вот этой шоколадки, типа, там, еще кого-то такого, там, либо, там, какие-то... То есть, у нас любят дичь? Да, вот такую вот дичь, то есть, и она заходит, и вот сейчас, когда у нас уже появился, там, коммуникационный отдел, у нас с ними такие немножко терки происходят Они говорят, слушай, ну, в Украине мы, там, очень, там, ну, как бы, заботимся об employer-brand, чтобы нас, там, скажем так, мы могли, там, хантить людей, чтобы они хотели к нам прийти, то есть, нам не важно, там, монетизация, все остальные вещи, то есть, мы хотим именно быть таким крутым Ну, когда заходят в нас в приложение, все эти ролики сортируются по популярности, там какой-то бомж спит в луже, там какой-то это, там это, ну, да, ну, просто люди хотят вот это все себе И там говорят, так, давайте хотя бы не на первой позиции, спускать какое-то ниже, там еще, чтобы, как бы, человек, если первый раз заходит... То есть, вам приходится, как бы, занижать реальные... Ну, да, 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 чтобы хоть как-то было красивее по восприятию, что там какие-то красивые вот эти ролики, потому что... На самом деле, мы все хотим быть бомжом, который спит в луже, ребята Ну, это понятно, что самое фановое, самое вирусное, то есть, кто-то там захочет запостить, то да, с этого все, скажем так, поржут более, наверное, чем если ты, там, в каком-то образе, там, киногерой, либо еще кого-то Да, 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 спайдермен, я там уже, сколько можно, да, я бомж спящий в луже, я так тоже не могу делать, на самом деле А там же можно еще, как бы, там, друга туда зафейтить, знаешь, то есть, соответственно, ты уже можешь еще кого-то там еще отметить в инстаграме Увидел, боже, скатился чувак, совсем Какие были, какие-то были истории, то есть, приложение про фан, про угар, про веселье, короче А какие-то не неприятные истории были, возможно, там, ну, мы живем в Украине, возможно, как-то связано там с какими-то там, не знаю, там, кто-то из депутатов вам позвонил, сказал, уберите меня там, или еще что-то Ну, с Украиной не было, скажем так, мы просто видели, была история, когда мы видели в России, Зеленского начали фейсить у нас в приложении То есть, и, соответственно, ну, стебать каким-то там образом, то есть, нам понятно, что это стало так неприятно, и мы бы не хотели, чтобы это все использовали, то есть, ну, в принципе, ну, мы на это не были Они просто взяли фотографию Зеленского и его переносили на какие-то видео здесь, то есть, Зеленского у нас в приложении нету Но они сами просто пользовались вот этим всем и в каких-то своих стебных, скажем так, роликах об этом говорили, ну, мы подумали, ну, мы никак не можем А теоретически вы можете отслеживать загружаемую фотографию и блокировать определенные фотки? Ну, в принципе, теоретически можно, то есть, мы думали, что, может быть, там можно При необходимости Зеленского можно запретить Ну, вот, скажем так, мы как раз где-то, наверное, не захотели это делать, потому что это сразу упирается в технологию фейс-детекта То есть, ну, определение лица, грубо говоря, пользователя Мы об этом всегда говорим, что мы, ну, скажем так, не детектим твое лицо, мы даже в твою фотографию мы сразу удаляем Когда ты загружаешь, мы считываем, так называемый, эмбеддинг лица, такое цифровое, скажем так, описание Фотографию удаляем, в принципе, по этому цифровому описанию ты не можешь идентифицировать человека То есть, если бы мы начали как-то, ну, скажем так, кого-то выборочно блокировать То это значит, мы запустили технологию фейс-детекта То есть, и мы поняли, что это риски гораздо больше для компании Репутационные Да, то есть, нежели в данном случае, ну, в любом случае, нам как-то будут обходить еще что-то Что мы решили уже в этот, скажем так, не ввязываться То есть, еще, наверное, какие-то наши фан-фекты, которые были Что иногда там в отзывах, там, читаешь, как люди, там, используют приложение То есть, ну, кто-то говорит, там, прикольно, что, там, я, там, всегда хотел стать танцором Ну, ну, вот там, ну, соответственно, себя там рефейсить на танцора Это его как-то стимулирует еще что-то Ух ты, я там круто бы мог так танцевать Соответственно, людей подвигают к каким-то вещам То есть, ну, и таких немножко крипи моментов было Когда одна там девушка написала, ну, не знаю, девушка-бабушка сказала, что у него там Муж умер там лет 20 назад, а сейчас она берет его фотографию И его, типа, оживляет в каких-то там образах Ну, ну, если ей так нравится, то, может, хорошо, то есть Не, ну, каждый же по-своему, да, находит Ну, да, да Для нее, возможно, это важно увидеть его снова двигающимся, его лицом Слушай, а вы собираете все-таки данные, у вас есть какая-то big data, пусть это называется, как ты сказал, face Embedding 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 Короче, вот это Все равно это данные Это же все равно какие-то данные и формулы Вы можете что-то, не, я не про это, я про то, что вы можете быть полезны для каких-то исследований Думаю, что нет, потому что все-таки мы ничего не собираем То есть фишка в том Так что такое тогда этот, что вы собираете? Ну смотри, этот face embedding, он снова-таки, он хранится там, я сейчас не буду точно говорить Но какой-то тоже очень короткий период времени То есть это нужно для того, чтобы мы могли создать это видео с твоим лицом И, в принципе, он тоже со временем удаляется То есть мы не храним эти данные То есть, как бы, в принципе, скажем так, это очень Храните, но не говорите Ну, вот как раз нет, с этим очень все строго Это все там проверяют такие большие, как там, Google, Apple Если мы это заявляем, то это куча есть таких инстанций, которые это могут проверить Ну, тем более, мы все хостим на серверах того же Google Соответственно, эту всю историю легко проверить Если ты не мог вляпываться в какой-то такой скандал с этим связанным То ты потом не отмоешься То есть было таких кучи историй с похожими приложениями Что там собирали данные, там еще что-то Данные были бы очень прикольные с точки зрения того, чтобы улучшать эту технологию Это мы могли бы еще круче делать Может быть, быстрее, качественнее Но, вот скажем так, наше Может, вы могли бы у пользователей спросить? Готовы ли они дать такое право вам? Ну, скажем так, как показывает опыт того же, там сейчас Вот, когда Apple стал блокировать Ну, как бы, разрешение там сколько там Девяносто, что там, семь процентов не дает доступ То есть, ну, потому что они, люди боятся Теперь приложения, которые отслеживают данные для рекламы Вынуждены из-за политики Apple iOS 14 Спрашивать у пользователя, готов ли он предоставлять свои личные данные Чтобы реклама была более адаптированной для этого пользователя Я, кстати, разрешаю, потому что у нас у самих запущена рекламная компания в Facebook И в Instagram мы хотели бы сами, да, чтобы пользователи делились И более того, я не против, если реклама будет чуть-чуть более для меня У меня, честно говоря, такие же истории Я тоже все разрешаю, потому что просто какие-то вещи ты узнаешь с рекламы Какие-то события, какие-то твои интересы по спорту В каких-то франшизах там Поэтому я не вижу для себя каких-то там, не знаю, ограничений Окей, то есть вы, получается, вы действительно только профан Вы не можете быть инструментом каких-то там отслеживаний типов лиц в разных странах и так далее Да, только фан, то есть поэтому мы, скажем так, если какой-то там У нас там нет политического контента в приложении То есть у нас там есть, наверное, одна из самых крутых систем сейчас свой сделать Порнодетектор, чтобы никто не использовал каких-то там компроматоров Каких-то стебов, особенно если в школе еще кто-то То есть это можно, ну, взял чужое лицо, на какую-то, не знаю, порноху загрузил Какой-то общий чат скинул, то есть и, соответственно, можно кого-то там компрометировать Разве видео, у вас что, есть там порно? Нет, ну, то есть если у тебя проподписка, ты можешь загружать свое То есть вот это все видео, которое есть, мы все анализируем У меня просто трехдневный trial, поэтому Ну, в это время можно воспользоваться загрузкой А, да, окей, то есть можно загрузить порно вставящее лицо Ну, сейчас эта система сразу заблокирует Причем как-то пытаются обходить, там, кропать лица, это все Но снова-таки есть как бы инструмент, мы этому противодействуем То есть, соответственно, тоже наша ML-система обучается этой всей штуке То есть у нас есть система, вернее, дата-модераторы, которые вручную тоже иногда проверяют эту всю историю Это бывает там на порнухе На порнухе, да Долго ли работают люди, которые занимаются этим? Ну, они иногда просятся в другой отдел перевести хотя бы на время Я устал, я не могу, пошел, пошел, заберите меня отсюда, я устал Меня уже голые люди не возбуждают Я не могу уже Это, кстати, у Фейсбука была такая история, что вот эти все дата-модераторы У них там какая-то там повышенная даже Да, это, мне кажется, безумные психологические давления на тебя Да, потому что там много каких-то тоже там убийств, расстрелов, еще что-то То, что они быстро отслеживают, блокируют приложение А ты с этим каждый день просто сталкиваешься Тут бывает раз, где ты увидишь, тебе уже так Я иду работать в Фейсбуке, а на самом деле ты, блин, идешь работать ментом Смотреть на кровищу У вас та же самая история получается, да? То есть вы действительно вынуждены вручную это модерировать Ну, скажем так, вот А что загружает, я не понимаю, кроме порно, окей, спорно понятно Ну, какие-то свои фановые ролики, которых у нас, например, нет в приложениях То есть ты хочешь, там, бывают какие-то местные звезды, которых у нас, например, нет Нет, я имею в виду из того, что вы действительно блокируете Ну, скажем так, у нас вот автоматически вот система идет порно-детекшена То есть и либо, если там люди жалуются, что кто-то там создал какой-то контент компрометирующий То есть наш отдел модерации смотрит, что это за контент И, в принципе, этого пользователя там можем заблокировать То есть, если какие-то, не знаю, убийства, там, еще что-то А хорошо, а я, может быть, не надо было посмотреть Но расскажи мне, были ли какие-то истории, действительно, которые добрались все-таки до публичного обсуждения? И так далее, неприятные Ну, вот, скажем так, мы, это, наверное, знаешь, на ранней стадии это все стали блокировать сразу То есть, ну, я скажем так... То есть каких-то скандалов больших не было? С этим Зашкваров особо нет, да, потому что, ну, я понимал, что эта технология к этому может привести И вот как бы, ну, почему там и Snapchat очень сильно за этим... Мне, кстати, Finmap звонит, это еще один стартап до билета Да, вот, кстати, мы, возможно, сейчас на него перейдем в рамках управления финансовой историей А вот, кстати, ты вот спрашивал по поводу того, что рассказывала, там, Дуалипа, Майли Сайрус, певица Да, да, послушаем Вот, то есть, и тогда, получается, мы Дуалипус приложение мы убрали, а Майли Сайрус, наоборот, то есть, менеджер попросили, то есть, как можно там... Ну, кстати, вот это вот Майли Сайрус Вот это? Да Это она зарефейсила свою бабушку У нее, кстати, бабушка умерла, и вот она потом ее, типа бабушка, поет в ее образе То есть, вот это она запостила у себя в Инстаграме А, понятно Так, и что с ней? Вот, то есть, и она, соответственно, там запустила целый челлендж среди своих фанатов Что вот используйте рефейс, вставляйте свое лицо, и вы будете в моем клипе, грубо говоря, там постите в соцсетях с хэштегом Майли Сайрус и все остальное И она в финале обходит Дуалипус и становится на первом месте Вот так И мы такие, ну что ж То есть, в политике вы не участвуете, но в Звездных Войнах, по сути Ну, здесь, да, как-то помогли, поэтому где-то обрадовались, что хоть как-то смогли в этом скандартах помочь, помочь звезде возглавить этот челленджер Круто! Бекмамбетов, что там с ним было? Что вы делали? Бекмамбетов Где увидеть фрагменты твоей работы в этих классических фильмах? На дне моего фейсбука Я думаю, ну Так далеко мы не скромнее, да, наверное? Там где-то эта вся история есть А с Бекмамбетов, вот как раз мы на дневном, ночном дозоре познакомились То есть, тогда еще компьютерная графика, скажем так, ну, не то чтобы зарождалась, но это были какие-то там телевизионные оформления, вся вот эта вот история с этим связана Но кино никто еще не делал, никто не умел там работать с этим форматом, как это снимать там на пленку, сканировать там, ну, там 2К resolution, если мы работали там всегда с кино 720 на 576, это был самый топ, который у нас мог быть И тогда Тимур, как бы, собрал, ну, скажем так, он же тогда был режиссером этого фильма, и он бросил клич на постсоветское пространство в том плане, что вот есть такой проект, хотим сделать его там мега, с мега крутыми спецэффектами То есть, кто хочет в этом поучаствовать Поучаствовать, да То есть, и в принципе, вот, ну, как бы, тогда мы и согласились на эту, скажем так, авантюру, потому что, ну, тогда это было чисто воды эксперимент Что он понимал, что сколько это займет там времени, как с этим работать, никто не знал, но Тимур Бекмамбетов зачастую всегда, скажем так, умел убеждать идейно, а не финансово Он это все преподнес, рассказал, что вот давай Расскажешь потом через много лет на French TV Ну, типа-давон, потом у нас появятся крупные проекты, вот потом мы все заработаем, заживем Работаем на портфолио Да, да, и в принципе, ну, многие, мне кажется, в это все ввязались с историей, потому что ни у кого не было опыта с этим работы И, соответственно, вот Голливуд делать хотелось, да? Хотелось, да Что-то неприятное Чуть-чуть порвалась, порвалась рука То есть в этой истории Это ты анимировал? Мы делали, когда самолет Вот для этого тебя пригласили? Когда самолет падает над городом, летит, сбивает там крыши А где это примерно? Слушай, это было давно, я не помню И потом, соответственно, эта вся история вроде так успешно получилась, то есть все остались довольны, скажем так, с сотрудничеством, то есть и потом он пригласил на дневной дозор всю эту дальнейшую нашу братью И потом из таких, наверное, крупных проектов, который у нас был, это вот «Особо опасен» Вот с Анджелиной Джоли То есть он тогда тоже был режиссером этой всей истории И он, соответственно, ту команду, которая с ним работала Ну он тоже убедил, что, ребят, смотрите какое портфолио Голливуд Да, Голливуд Кто бы еще был Давайте еще поработаем бесплатно И он тогда пригласил многих людей, это, по-моему, в Праге снимали эту всю тему Вот пригласил туда, на это, смотрите, вот Анджелина Джоли, вот Брэд Питт Смотрите, какая классная команда, мы сейчас зажжем, а где деньги? Ну, потом как-то, наверное, это все будет Ну, где-то и утрирую эти моменты, но все равно, то есть, это тоже было, скажем так, много укора Так, хватит крови, давайте, а то нас реально заблокируют Вон тот, я смотрел, да, я все фильмы смотрел, в которых Так, и что делала конкретно твоя компания? За все спецэффекты? Нет, 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 конечно, тут только часть, то есть, вот я говорю, в истории с ночным дозором Дневным дозором, блин, это была история с падением самолета, когда он падал, летел над городом Ребята, пожалуйста, найдите этот фрагмент, буду очень благодарен, оставьте комментарий Мы его закрепим, и чтобы все наконец-то посмотрели на работу Что же это такое? На какой минуте, вот я, получается, на Иви, на шоу-фильм, он в доступе, я так понимаю, сейчас уже бесплатно Некоторые люди только узнают, что был такой фильм Был такой фильм, да, напишите, на каком тайминге этот фрагмент Вот, в дневном дозоре мы делали сцену, когда там пробивает войско Тамерлана крепость, то есть, там, где лошади бегут Да-да-да, я помню ее Вот это вот, там, где непосредственно разваливается Вот это вот Это же начало фильма, прям самое Да-да-да, самое начало С этого все начинается Ну, там, где тоже была массовка, там, понятно, что снимали там пять лошадей Вы снимали, вот, то есть, вы множили лошадей, да? Да-да-да И кирпичи разлетались Кирпичи разваливались То есть, у меня тогда еще была Ну, по образованию, я вообще, скажем так, программист, учился на кибернетике И у меня была, скажем так, курсовая работа, это как раз моделирование поведения толпы людей, там, по нурбовым поверхностям То есть, чтобы это, там, короче, вот такую систему И вот, в принципе, вот это где-то потом я использовал, когда нужно было генерить вот эту толпу войска Хоть кто-то использовал знания из института в реальной жизни Вот, да Денег, правда, не заработал особо Ну, репутация С Анджелиной Джоли удалось познакомиться? Нет, не удалось Ну, в портфолио, там были сцены, где она как раз стреляла с оружия Ну, кстати, вот эти вот сцены, мы аниматики как раз для них тоже тогда делали Вот это? Полет пуль, да Это же там, где пуля еще, да? Или это было уже? Ну, вот это уже, вот эти вот сцены, да То есть, мы делали, скажем так, не финальные Вот это, когда она сверху стоит То есть, понятно, что это все снималось на зеленке Это все вырезалось, то есть А ты же понимаешь, что ты в итоге покрасился в хромакей? Да Андрей, давай сделаем это Чтобы исчез, да? Посмотри, пожалуйста, в камеру Сейчас мы тебя прокеем Сейчас мы тебя прокеем Так, прикольный был фильм, я помню, мне он как-то понравился Ну, дозор был какой-то такой Это действительно был наш Голливуд, ну там, условно наш, да? Угу Постсоветский Круто, это неожиданно на самом деле, мы не знали Ну, мы не так далеко в фейсбуке скроллили Извини Я понял, ну скроллили Ну, там пару месяцев подскролли, ну понятно, у него там Одни лица, одни лица Собачка у него есть Собачка у него есть, рефейс Ну, что все понятно, человек понятен А тут копать надо глубже Ну, слушайте, мы не позднеры, поэтому Хорошо Что еще было? Какие у тебя проекты были между Вот компанией, которая работала над вот этими прекрасными фильмами И снапчатом? Ну, получается, в фильмовой истории То есть мы потом много делали вот Для Фильм, ну, тоже фильм, который в сериал перерос Это Ёлки, новогодняя вся история Это тоже с Тимуром, получается Да, соответственно, тоже вот многие такие Проекты мы с ним реализовывали Вот первый, а, тоже мы делали Первый, по-моему, чуть ли не единственный проект В стерео формате, в 3D Это вот фильм с нашим будущим президентом Наполеон против Ржевского Который шел, то есть и он шел в 3D формате То есть его можно было смотреть в ядре, в очках, да И это первый был тоже опыт Ну, тоже в это где-то подписались Потому что что-то новое, никто ничего не делал Хотим в это Там уже как бы понятно было Уже плюс-минус Наработано Пули уже понятно, как летают Хромакей Ну, ясно, кнопку Видели, как это делается А вот эта история с 3D Вот это, конечно, был такой Новый, новый Кошмар, новый Такой еморой Откровенный, потому что Два глаза После аватара, конечно Два глаза это все делать Нет, нет Наполеон против Ржевского был до Хэмерона Хэмерон посмотрел, Наполеон сказал Охренительная технология Давайте сделаем Ну, то есть когда это все снимали Давайте сделаем то же самое, только получше Со всеми этими штуками То есть, ну С чем там было еще? Ну, то есть там снимали на две камеры То есть сейчас на самом деле технологию Уже довольно сильно упростили То есть уже есть технологии Снова такие вот ML-ные, так называемый Machine Learning Либо искусственный интеллект Который с одной камеры Может разделить на две И это все там практически автоматически делается Все это То есть не нужно саморачиваться Тогда снимали двумя камерами Причем две камеры Ты не можешь их поставить очень близко Из-за того, что у них там большое крепление Большие эти все вещи То есть, а если ты их разводишь дальше Чем глаза человека У тебя получается там плохой параллакс Там даже начинается головокружение И все остальное Камеры нужно близко Близко их поставить нельзя То есть их ставили под углом 90 градусов Люди их вот так держали Через зеркальное такое полузеркало То есть это все синхронизировать Там отражение, разная яркость Ну короче И ты с этим должен работать Чтобы два глаза Если там что-то прокеить Просто прокеить нельзя И надо все смещать На определенный параллакс Со всеми этими штуками Прикольно, как вот действительно Технологии за 20 лет Ну я считаю С 2004-го Почти за 20 лет Они выросли Мы тут монтировали интервью С командой Планеты Кино Мы делаем сейчас франшизу И записали интервью с командой И они рассказывали Как вот эти первые фильмы 3D Там про космос и про рыбок Еще до Аватара Они весили Во-первых были две огромные там эти бобины 350 килограмм весили Через таможню это перевозилось И все А теперь пожалуйста Ты можешь лицо свое ставить Имея только телефон Круто И ты получается застал все эти штуки Во всех Ну почти во всех этапах То есть там Прибытие поезда не снимал По понятным причинам Но Но вот от Нашного дозора До рефейса Я что-то хотел спросить Ну ты кстати 3D формат любишь В кинотеатре смотреть То есть тебе больше нравится 3D или Ты знаешь Уже не так Не так это заводит Я просто полюбил Relux в планете кино И мне больше нравится комфорт Чем визуальный эффект Я ну вот такой IMAX тоже люблю Но Пандемия вообще очень много поменяла У меня где-то Наверное примерно такое же отношение Вот не знаю Мне как-то не совсем комфортно Во-первых очки там Снимают куча яркости Куча всего То есть зачастую То есть оно как-то Ну дискомфорт вводит В восприятии Мы все ждем 3D экран без очков Ну И все равно Даже не знаю Этот эффект 3D Ты воспринимаешь там первые пару минут Потом ты настолько К этому адаптируешься И все У тебя это становится уже Обычный такой experience То есть нет какого-то такого Вау всего этого делать Поэтому мне вот тоже Ну Relux тоже классная тема То есть ну либо ты просто Комфортно сидишь 2D смотришь Без каких-либо там Ограничений Ёж Коктейльчики Кушаешь суши Хорошо Так Наполеон Прикольно Так Зеленский Потом 14-й уже год Потом уже Snapchat Ну да То есть тогда получается Вот эти все проекты Которые мы тогда делали много С Тимуром Либо его там Последователи С кем мы там подружились Скажем так На рынке СНД Скажем так Вот многих проектов Проекты эти делали Но потом говорю Революционные все события Это все Отрезало Многие А работал над Хардкором Кто его снимал напомню Нет Режиссер Режиссер Хардкора Боже Классный чувак Илья Найшуллер Найшуллер Илья Ну хардкор ты смотрел? Хардкор не смотрел Ну блин это же тоже достаточно технологичное кино Которое снято было полностью от первого лица То есть чувак с двумя голубошками Бегал там в сумасшедших трюках Не смотрел? Это бегмобет уже тоже Ты как-то наверное совсем не видел Ушел Это же наверное уже более свежая Да Ну это наверное там 15-16-17 я точно не помню Но я смотрел это очень круто То есть это И там тоже были Тебе может быть будет интересно там Если там Ты увлекаешься этими кинотехнологиями еще Посмотреть как Фильм о фильме Да то есть как они снимали Как они делали эту маску Как они решали тоже вот эту проблему Гоупрошка по сути Это не супер камера Но тем не менее у них получилось очень Очень прикольное кино Они 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 сейчас же сделали Никто да? Это по-моему Найшуллер тоже Да Я жду выхода в цифре Потому что очень хочу посмотреть Вот сейчас кстати С Бекман Бетовым мы тоже даже поддерживаем контакт То есть он как бы интересуется технологией вот этой рефейса Замены Может набрать его Может он сам расскажет Лица Потому что у него уже есть вот этот там Киносценарий Или киноязык Я забыл как называется То есть ну короче формат такой Фильмов Где ты грубо говоря там все происходит в телефоне То есть это вот там жизнь твоя в телефоне То есть там Видеозвонки Чаты переписка То есть ну по факту то что у нас и так происходит во всех В такой В ежедневном Скажем так Событие То вот от этого лица происходит там сам фильм И вот ну мы там где-то пытались как бы Сконтак найти Применение технологий Что ты можешь вообще Своё лицо Сконтак вставить туда поменять И там будет непосредственно Если там какой-то у тебя там селфи звонок То там будешь реально ты То есть чтобы у нас такой Больший эффект присутствия вот непосредственно В самом В самом телефоне То есть тоже довольно Довольно прикольно Это все получается То есть это все Почему происходит Человек хочет себя Увековечить в цифре что ли Ну то есть мы хотим Хотим быть вот оцифрованы Да получается Или на каких базовых чувствах Весит хайп Ну скажем так В данном случае То есть то куда и мы двигаемся Что если какой-то там тот же там Ролик фильм и все остальное Будут там например играть грубо говоря Твои там друзья либо ты в этой главной роли То у тебя возможно будет больше там вовлечения Во всю эту историю То есть и вот мы сейчас тоже как бы Ну хотим там протестировать Такой некий формат того Что ты являешься там героем Какого-то там фильма грубо говоря То есть и ну сейчас такие первые результаты Говорят о том что люди вовлекаются Целого фильма Гораздо больше Ну да да то есть сразу снять Эту всю историю для того чтобы Ты уже так мог быть этим героем Ты видел новый проект Который делает Google Project Starline Да 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 Который по сути Это новое видение Видеозвонков Такая комнатка Ты заходишь Вернее в боксик такой Ну я так понимаю это не боксик Да мне кажется это просто Какой-то экран который стоит И перед тобой сидят люди То есть вот кажется что это все происходит В этой же комнате Но на самом деле люди напротив Они созданы Цифровые копии Они на самом деле находятся где-то в другом месте Но я так понимаю за счет камер технологии Но ты там заходишь Типа в боксик В которых куча камер Куча сканера Куча всего Они делают очень реалистичное 3D В реальном времени человека И ты как будто он вот сидит Я был тут недавно на одном эфире И шутил по поводу этой новости Что Google делает тюрьму Домашнюю Потому что это очень похоже на встречи В тюрьме То есть виданки такие Когда ты приходишь Садишься перед экраном Перед стеклом Общаешься с человеком То есть вот он тебя оцифровывает Но на самом деле Смотрите это выглядит очень реалистично Но я не знаю насколько это Там реальные футажи Да? Нет вроде бы это реальные Вот человек плачет От того что он Да? Настолько это То есть это уже не Zoom Да? Это не Так вот это как бы круто То есть он не должен В Zoom все-таки он остается немножко мертвым В том плане что даже хоть там с экраном С камерой всем остальным Плоским Да А здесь вот коммуникация Какие-то там жесты Бежение Общение Ты это все Лапаешь Совсем по-другому Да Ну надо понять какое здесь разрешение То есть пока это выглядит Не знаю это Ну как бы прототип То что они хотят сделать Или это реальная демонстрация технологии Не очень понятно Вот Ну может быть надо почитать новость детальнее Но во всяком случае Когда они планируют это сделать В общем В общем ждем Новость там Не, ну прикольно Ну вот по поводу их истории с фильмами То есть вот Да Человек фильм Да То есть то тоже мы скажем так Где-то сейчас хотим двигаться в сторону того Чтобы вот например В рефейсе Ну да Реклама тоже была там с твоим лицом грубо говоря То есть потому что обычно там рекламу все скипают Ну в сторис еще где-то Ну там в среднее время просмотра там что-то не знаю там Секунды вообще на все это идут Это круто Это история А если там будешь ты то ты сразу задерживаешься Или твои Ну там да То есть там куча есть конечно моментов с этим там С разрешением использованием все остальное Потому что мы в снэпе где-то пытались эту тему Скажем так запитчить Но там вот куча таких Так То ну сейчас ну что если там это правильно подготовить Скажем так базу что ты даешь Разрешение на использование То в рекламе Если там ты какой-то главный герой Ты хочешь посмотреть А что там делаешь дальше То вовлеченность может там просто как-то на порядок Вырасти И это такой будет новый вид вообще демонстрации Вот Вы это делаете сейчас? Ну технологию сейчас вот да Мы разрабатываем То есть это вот у нас будет так называемый Мобильный своппер То есть чтобы можно было прямо на телефоне Это все дело рефейсить То есть не надо там на сервер загружать еще куда-то То есть и ты прям в реалтайме это все может Да потому что реклама у нее и так как говорится Не очень большое там время Когда она может что-то проявить А тут если это еще будет вот рефейсинг Ну да конечно То есть если фотографии все остальное Ты можешь это заранее запроцессить То есть ну короче куча куча вариантов Может быть не эту историю Ну ладно расскажи слушайте давайте Почему ты так покрасился? Коронный вопрос Коронный оригинальный вопрос Мы долго ждали Это же недавно да произошло насилие? Да в принципе недавно Это реклама смартеса или что? Я говорю это все вот китайская вакцина Да нет может не отвечать вообще нет Знаешь по поводу покраски Я за любой цвет волос вообще Я сейчас пытался даже вспомнить Когда я впервые покрасился То есть и это был на выпускной в лицее Где я учился то есть И в тот момент Тогда у меня сестра красилась То есть и причем как бы это было не в салоне Где-то там на кухне Пригласила мастера это все Я говорю о прикольный я хочу то есть И это как-то в один миг так произошло То есть а многие у меня сестра там старше Так получалось что по жизни многие вещи я там подражал То есть ну потому что нас всегда двоих куда-то отправляли То есть там сестре банкнули перевод И я хочу ну ну хочешь да Соответственно какие-то там вещи донашивать за сестрой То что она девочка никого не волновала То есть пока там она не сносила вот эти штаны Ты их носишь еще дальше Юбки как тебе не жаль? Ну нормально шли Шли мне Вот и тогда впервые покрасился в желтый цвет Пришел на выпускной там все наши там ребята Которые друзья ух ты прикольно мы тоже хотим И мы в итоге такие были там белобрысы на нашем выпускных всех парадах И помню тогда когда в универ я поступил Первый курс все меня только белого видели И потом когда я постригся Я говорю Саня ты что покрасился Я говорю ну нет Немножко наоборот вся эта тема была А потом когда вот уже в таком более сознательном возрасте Назовем это вот когда я работал в снэпчате Мы тогда как раз разрабатывали технологию покраску волос Ну в реал тайме Мы это все делали в принципе там усовершенствовали Даже я сам какие-то формулы писал Как это все сделать Чтобы это было реалистично, круто, красиво То есть мы это Ну мне казалось что мы на тот момент были где-то одни из лучших Кто это реализовывали Но всегда когда отсылали на какой-то там опру нашему Скажем так туда вверх руководству Всегда говорили Да нет там вот Не все равно видно что палец Пограничка там это все То есть я в какой-то момент просто пошел в такой цвет как раз Покрасился Снял им фото Это все высылаю Они говорят ну смотри Ну вот тут вокруг ухань Это вокруг ухань Это все Я им снимаю видео Говорю чуваки Если вы не отличаете фото от фильтра Значит у нас хороший фильтр Они говорят Да ладно Потом говорили Ну иди там туда Сними то там Поводи рукой Это все Это реально Ну да здесь есть моментик Спорные Спорные вот здесь вот Не очень хорошо про текстурка наложилась Вот И тогда как-то это все у меня Ну не знаю Такой был какой-то фан А я помню Потом еще поехал На машине в Европу в Грецию Как-то так получилось Что там Утром проснулся Хочу куда-то поехать А тогда еще была история такая Что У меня много накопилось отпусков в Снепе То есть я там его не брал там Несколько лет А там все-таки строгие там HR У тебя там ну короче Начали там какие-то выговоры писать Это все Так ты должен уйти в отпуск Ну окей Я тогда поехал И помню Был столько приколов Когда-то там На границе Такой вот тоже Борода была покрашена Волосы все Там какие-то пограничники Там досмотр машины Не вопрос а потом Можно с вами сфотографироваться На всю эту историю Они такие боже Или мне пора спать Или И как-то люди это все воспринимают С таким С юмором С таким каким-то добром С шутками Со всем этим Блин я подумал Ну слушай прикольная Прикольная тема Вряд ли он может быть опасным А еще была такая хохма Я тогда Помню Продавал квартиру И для того чтобы выписаться Мне нужна была Справка с военкоматом И в итоге И так получалось Что вот уже сделка есть Все остальное Нужно выписаться Справку нужно Они говорят Нужно пройти в военкомате Все эти инстанции Я такой Вашу налево Я прихожу вот такой военкомат Они говорят А еще нужно вот эти фотографии Для военного билета Говорят Свежая фотография текущая Но я прихожу вот В таким этим С такой фотографией Они говорят А что это? Это еще было как раз На День Святого Николая Они такие А как так? Я говорю Ну вот так Вам текущая фотка нужна? Ну да У меня другой сейчас не будет И у меня военный билет Вот такой С таким моим образом Это не запрещено Ну да Зато меня везде Без очереди Просто заводили Особенно там Много в военкомате Медкомиссий Это все То есть Секретарей Все были Девчонки Она выходит Я стою Можно к вам? Она говорит Заходь И меня проводили все Везде без очереди То есть на место Двух дней хождения Вот этот мой образ Помолкнет Но на дубилете не сработало Круто Слушай, Саш Буду тебя уже наверное отпускать Давай тренировку разговариваем Можешь? Да, конечно Все Одна тренировка Которая так бесплатная Но в нее обязательно включен кофе Хорошо Договори И обед в KFC Ну если захотите Это уже такое Надо придумать условия Давайте придумаем условия Нам нужен какой-то контент Ты у нас head of content Может быть тебе нужно что-то посоветовать по рефейсу И возможно там какая-то идея Какие вообще правила Написать что-то надо будет Что-то будет писать в комментариях Да, в комментариях будут люди писать Может быть тебе нужны какие-то идеи по контенту Ты собираешь вообще какую-то инфу Что сейчас там популярно Или у тебя это в принципе важно Да, конечно Ну слушай, ну может быть и правда Какой-то там интересный мем Например, ну видео-мем Который мы могли бы разместить Ну отлично Значит, друзья Что нужно сделать Нужно естественно Подписаться на канал Пролайкать видео Установить рефейс Установить рефейс Включить трехдневный трайл И 50 долларов за год списания И Дешевле Ну Ну У меня не закончился трайл Я отменю Так вот Нужно установить естественно рефейс И Написать в комментариях Под этим выпуском Идею Которой еще не было в рефейсе Для этого нужно, я так понимаю Ну Как минимум Познакомиться Вот Шоколадки не предлагать И возможно Если это заинтересует Естественно Ссылочку на какой-то референс Если он есть Если это какое-то видео существующее Пишите И у вас будет возможность Выпить кофе Пообщаться Про фильмы Пообщаться Про Про что еще можно с тобой пообщаться В общем Любые вопросы Которые остались Про спорт можно Про серфинг Про дайвинг О, кстати дайвинг В свое время занимался активно Больше 200 дайва По этому тему Могу поддержать любые Любые начинания Я так понимаю у нас Но Мы уже собрались прощаться То есть Это такой Знаешь Пост Как обычно После титров В фильме Афтершот То у нас то же самое Саша просто Для фотки принес Слушайте А у меня тут валяется В рюкзаке Собственно Той самой знаменитой Маски Из самого Эвана Снэпчата Снэпчата И даже Оригинальный Оригинальный Ну он так нарисовал Я не знаю его Как выглядит Либо это он просто логотипчик нарисовал Либо это может быть Напечатано на журнале Это тебе Класс Это раритет Спасибо